Серьезнейший структурный сдвиг в результате этой политики, которую Центральный банк проводит, это очевидно любому макроэкономисту. У нас падает производство, довольно ощутимо, падают инвестиции резко, сокращается внешнеторговый оборот, а при этом растут валютные спекуляции. Объем валютных спекуляций на московской бирже вырос пятикратно и достиг астрономической суммы 100 триллионов рублей в квартал. Это больше, чем в 10 раз всего валового продукта. Возникает вопрос, если у нас сжимается внешнеторговый оборот, падают инвестиции, прекращен приток денег из-за рубежа, то возникает вопрос, кто же там торгует валютой, кому она нужна в пятикратно выросших объемах. И ответ очень простой, 95% сделок на валютном сегменте московской биржи, это чисто спекулятивные сделки, за которыми нет ни экспорта, ни импорта, ни иностранных инвестиций или кредитов. Это раскачка рынка. Но если бы это была честная игра, то тогда бы количество выигравших и проигравших было бы примерно равным. Тем более, что у курса рубля сегодня очевидная заниженность и по отношению к паритету покупательной способности. И с точки зрения торгового баланса он положительный. Это означает, что курс рубля относительно занижен, точки равновесия. На ваш взгляд, реальный курс в нынешней ситуации? Это надо специально считать, но если брать интервал, то курс можно было бы стабилизировать в интервале 60-80. И надолго стабилизировать, чтобы снять инфляционный навес волатильности, спекулянтов отодвинуть от манипуляции курсом рубля и обеспечить защиту нашей экономики от внешних шоков. Ваши оппоненты пугают всех тем, что вот Глазьев предлагает, уж простите, что в третьем лице, ввести валютное регулирование. И обращаясь к физическим лицам, к нашим соотечественным, говорят, вот он придет за вашими долларами, евро и той валютой, в которую вы приложились. Но пугают, Сергей Ильич. Это реально. Вы знаете, они вообще до абсурда договорились. Вот я читаю некоторые высказывания, например, руководители наших экономических ведомств и президенту говорят, и публично говорят о том, что все привыкли к высокой волатильности курса рубля. Что это нормально, это новая реальность, что мы должны жить вот в таком сумасшедшем доме, где мы не знаем, какой курс валюты будет через 10 дней. И ответ, который мы получили на нашу программу в Столопинском клубе от чиновника Центрального банка, вдумайтесь, он нам пишет официально представитель Банка России, о том, что ваши предложения по стабилизации курса рубля будут иметь негативный эффект, потому что экономические агенты приспособились к высоким колебаниям. И если мы вдруг сделаем курс валюты стабильным, это будет означать смену политики и вызовет шок бизнес-сообщества. Вы представляете, до какого абсурда можно договориться? То есть Банки России работают, я даже подпираю. Я даже фамилию могу прислать этого человека. То есть они пытаются внушить нам, что это новая реальность, при которой курс рубля скачет, как сердце разорвано инфарктом. Ну, при инфаркте сколько можно жить человеку? Значит, так же и экономика не может жить, когда такие перепады экономических оценок происходят. Но вопрос, кому это выгодно? Значит, любой математик вам скажет, что если идет рост объема валютных спекуляций, значит, люди, которые там работают, они знают и могут предвидеть движение курса. Потому что если бы там работали честные... Если бы там работали честные брокеры, в теории совершенно конкуренции, не знающие, что там будет завтра, и рискующие своими деньгами в условиях полной неопределенности, как должно быть на рынке, то тогда бы не было такого притока денег. Но, к сожалению, у нас основное большинство людей не владеет ни азамем от анализа, ни теории вероятности. Понимаете, у нас... Серьезно, надо вообще в университетах преподавать пять курсов. У нас вырос огромный финансовый пузырь на валютном рынке. Вырос пятикратно с момента колебаний, начала таргетирования инфляции, в кавычках. Если эта пирамида растет, значит, люди, которые занимаются этими операциями, точно понимают, что как будет двигаться курс рубля. А это происходит потому, что они сами задают его движение. Если центральный банк ушел с рынка, а до этого приватизировал биржу, посмотрите, кто собственники московской биржи. Это крупнейшие финансовые структуры. Это структуры, которые финансируют валютные спекуляции, в том числе. И если страны банка нет на рынке, значит, рынок у них в руках. И они легко могут манипулировать курсом рубля, совершая множество притворных сделок между собой. Да, я знаю, один госбанк, крупнейший России, который также участвует в этом. И тогда возникает вопрос, это что, сговор? Ну, я считаю, что признаки манипулирования курсом рубля очевидны. Просто то, что это преступление, знают все. То, что это преступление никого не волнует, это очень странно, потому что на этом страна теряет. По некоторым оценкам, объем прибыли, который получен за счет манипуляции курсом рубля, достигает уже 50 миллиардов долларов. Это деньги, которые утекли из реального сектора. Источником этих доходов является обесценение рублевых сбережений и доходов граждан и предприятий. То есть оборотной стороной является снижение уровня жизни на 10%. Но вот глава СКР Александр Бастрыкин попытался выразить в своей известной статье сейчас позицию. Так вы посмотрите, как его облили грязью. И уже облили грязью в буквальном смысле. Ну, вы знаете, возьмите Америку, так сказать, или Лондон, или Китай, или Японию. Но малейшие признаки манипулирования курсом рубля, это предмет обеспокоенности всех, кто следит за стабильностью в обществе. И вот у меня есть друг, замминистра финансов Японии, работал по турболётному фонде. Он говорит, я видел, кто на рынке занимается спекуляциями. И когда они начинали это делать, я публично обращался к прокурору с требованием возбудить уголовные дела и называя признаки манипуляции курсом рубля. Эти люди моментально уходили с рынка. Значит, получается, вот я не знаю, готовы ли вы это сказать, я скажу. Получается, Центральный банк, простите за организм из 90-х, крушует спекулятивные валютные операции, знает, что совершается преступление, но при этом никаких обращений в Генпрокуратуру не происходит.